Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 13 апреля Ипатий, огнище, рахманский велик день В далекие времена наши предки, отвоевывая у леса места под пашни, занимались подсечно-огневым земледелием и называли себя огнищанами. Рубили деревья на облюбованном месте зимой, когда сокодвижение было прекращено. У глухих лесов они отвоевывали себе место не только под пашни, но и под поселения. На подсеке разводили огнище, жгли обрубленные ветки, кору и самое главное выжигали пни перед выкорчевкой. Земля, удобренная древесным пеплом, была особенно плодородной и в течение нескольких лет приносила неплохие урожаи. Когда же почва истощалась, участок забрасывался и земледельцы начинали осваивать новые территории. Сами же выжженные территории назывались огнищами. Хозяина подсеки, главу родового огнища, называли огнищанином. Позже огнищане становились пахарями, сеятелями, мужами, которые поднимали свой род. Именно в честь этого древнего способа ведения сельского хозяйства 13 апреля в деревнях отмечался праздник, называемый огнище. В этот день наши предки чествовали огнище, вспоминая с благодарностью и любовью своих предков, сумевших найти и обжить это место. На хлебную ниву или на гряды, еще укрытые снегом, выносили крестьяне из печи горячие головешки, угли, чтобы земля была плодородной и ничто не навредило будущему урожаю. Крестьянка, рожденная в этот день, несла в поле головешку, взятую из печи, и с нее начинали разжигать костры. Сквозь этот очистительный огонь протаскивали сохи и бороны, главные орудия сельского хозяйства. Потом в таких обрядовых кострах в некоторых областях России сжигали старые или сломавшиеся вещи, тем самым очищая дом от всего дурного. Держись крепче сахи и бороны, вспоминали наказ предков. Была в старину саха специальная, называемая огнищевой, с прямыми сошниками. Это острый наконечник, потрезающий пласт земли и проводящий в почве бороздки. Так вот, такие сошники легче прыгали через корни деревьев. Хозяин, пахарь, просил у сахи, матушка-сошка, золотые рожки, зыбь земельку. В этот день старались побелить деревья, привести сад в порядок, сжигали прошлогоднюю листву и мусор, а также наводили порядок в доме. Не поленитесь и вы, все, что подлежит ремонту, желательно в этот день исправить. Чтобы обезопасить дом от пожара, сожгите 13 апреля ненужную мелкую вещичку. По одному из календарей славяне отмечают Рахманский Великодень или Правую Среду, так как этот праздник приходится на середину весны, 13-15 апреля. Это время почтения рахманов-пращеров, носителей духа рода, благочестивых волхвов-родителей. Отмечается на 21 день после Ярилы Красного. Рахман – это волхв-мудрец, отрекшийся от земных благ, святар, старец высшего ваховского посвящения. Характерным признаком Рахманского Великодня является перезвон, как проявление почтения великим мудрецам-волхвам-родителям – Рахманам. В этот день славяне извещают праведных праотцов о том, что помнят свое происхождение и светлый род, поэтому бросают на реку скорлупы великодних писанок – символы вселенной и жизни. Все из скорлупы текут вправь и извещают предков о том, что славяне справили великий праздник Калагода. Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok